вообще территория просто огромная то есть на фотографиях это не передать не ощутить прям реально атмосфера сказки друзья вы сто процентов задавали своим знакомым вопрос куда они идут и слышали в ответ на кудыкину гору а что же это за кудыкина гора такая если она на самом деле если нет то откуда взялась эта мода туда ходить маленький спойлер сегодня мы отправляемся в настоящую сказку где будет интересно не только детям но и взрослым потому что сегодня у нас появилась возможность увидеть настоящего змея горыныча допивая при этом свой коктейльчик в стильном баре когда-то существовало поверье если охотник ответит прохожему куда он идет то удачи ему не видать поэтому и выкручивались кудыкиной горой кудыками называли тех кто задавал этот вопрос еще слово куда было созвучно скуть а означало оно черта или беса сейчас фраза на кудыкину гору используется чтобы пресечь неуместные или бессмысленные вопросы и такие выражения можно встретить не только в русском языке что интересно в английском языке например на вопрос where могут ответить фразой to lands and fair в испанском языке на аналогичные вопросы могут ответить acasar pajaras что значит охотиться на птиц но если раньше о таком месте как кудыкина гора никто не знал потому что его просто не было то сейчас она очень даже реальная и находится в липецкой области ты можешь покататься на лошадках вот там лошадка так что если вы когда-то мечтали пожить в русской сказке то вам место точно понравится вся эта сказка в реале если хочется ощутить как ощутить вот эту вот сказку почувствовать ее тот это смело можно сюда приезжать да прекрасное место это целая сказочная вселенная здесь можно увидеть настоящего змея горыныча попробовать себя в изготовлении романовской игрушки в стенах русской крепости и увидеть живущих здесь зверей лошадей ослов страусов баранов павлинов буйвола енотов кенгуру и даже верблюдов кудыкина гора это еще и сафари-парк территория парка 500 гектаров территория просто огромная то есть на фотографиях это не передать не ощутить огромная территория и поля посещают это место ежегодно около полумиллиона человек большинство гостей в первую очередь хотят посмотреть на горыныча ведь именно он это один из самых ярких символов русской сказки эта скульптура на высотой в 15 метров была создана она скульптором владимиром колесниковым считается что именно такой рост был у мифического героя есть теория что змей горыныч это на самом деле собирательный образ половцев совершавших набеги на русь в определенные часы по расписанию змей дышит огнем в буквальном смысле а потом выпускает клубы дыма изо рта извергает пламя клики тут все короче колонки все это сопровождено аудиосопровождение назовем это так звуковики работают короче атмосфера очень мощная и если вы сюда подойдете к нему то этот товарищ чем пахнет ну-ка скажите чем по конечно не там каким-нибудь шанель номер пять он пахнет бензином я не знаю чем-то таким соляра какой-то запашок у нашего горыныча не не лучший что вообще известно горыныча как и персонажа змей всегда изображается с несколькими головами это одна из его ключевых черт еще одной характерной чертой змея считается огненное дыхание которое он использует как оружие при этом он связанный с водой в некоторых сказках он обитает в воде отдыхает на камне в море а в других в горах что по некоторым версиям отображает его имя горыныч со змеем сражаются богатыри иванушка дурачок и другие смельчаки а в конце сказок горыныч оказывается побежденным и здесь на возможно кому-то вспомнится были на про добрыню никитичев которой богатырю удалось победить змея пусть и не с первого раза как раз недалеко от крепости на территории кудыкиной горы можно найти памятник трем богатыря выполнен он из меди существует местная легенда что если в ложку или и муромца положить монетку что вам будет сопутствовать удачи так что определенно их нужно найти или амуромец по сказкам и были нам известен своей силой и героизм легенда гласит что он долго страдал от паралича но после чудесного исцеления приобрел сверхчеловеческую силу и стал главным защитником руси считается что в возрасте 33 лет когда илья муромец находился дома один к нему явились три святых старца замаскированных под нищих они попросили принести воды чтобы напиться несмотря на физические трудности илья встал принес им воду и выпил ее сам по их просьбе после этого чудесного события он обрел огромную физическую силу а старцы предсказали ему твоя смерть не случится на поле боя получив это предсказание и исцелившись илья решил посвятить свою жизнь служению родине и защите своего народа добрыня никитич же отличается своей мудростью дипломатии алюша попович хитер и остроумен добрыню иногда называют князем или племянником владимира красного солнышка считается что историческим прототипом этого героя был воевода добрыня который был дядей князя владимира и братом его матери малуши в соответствии с были нами добрыня никитич был сыном рязанского воеводы по имени никита этот богатырь известен своей умственной и физической ловкостью он не только обладает умом и образованностью но и имеет множество талантов от виртуозного обращения с оружием ловкого управления луком умелого плавания умение петь и виртуозно играть на гуслях алюша попович отличается не силой а скорее умом и сообразительностью в целом он известен своей хвастливостью высокомерием лукавством и обманчивостью знаете когда был маленький мама да там бабушка рассказывала сказки сейчас становишься большой и вот этот по сути сказка на его я тоже своим детям рассказываю всякие сказочки конечно с таким часто современным уклоном ишь смотрят всяких спайдерменов и так далее расскажи нам не про то расскажи про все очень нравится всякие наши наши сказки плюс там если какие-то задействованы герои типа коньков горбунков что я хочу сказать все это это сказка наяву какая когда мы уже большие дяди и вот так вот это все выглядит вся эта сказка в реалии если хочется ощутить почувствовать ее тот это смело можно сюда приезжать да прекрасное место а что еще есть на липецкой кудыкиной горе деревянный троянский конь но что же еще в древнегреческой мифологии с его постройка связан финальный эпизод троянской войны троянский конь стал символом хитроумного плана который привел к падению трою согласно мифу греки решили прибегнуть к обману чтобы проникнуть в город они построили огромного деревянного коня в которой спрятались лучшие греческие войны вечером троянцы не осознавая истинного предназначения коня привезли его в город и устроили пиршество в честь победы ночью когда троянцы спали воины скрытые внутри коня выбрались наружу и открыли ворота города греки таким образом проникли в трою и город был захвачен троянский конь символизирует концепцию подарка который несет в себе опасность в современном мире фраза троянский конь также используется в контексте компьютерной безопасности для обозначения вируса или вредоносной программы скрывающиеся под видом безобидного по при всем этом деле у вас есть и современные конечно место где можно остаться где нужно посидеть баре в классном стильном вот иди сюда то бы сейчас огнем пулять не хочешь так я поджарила там одно местечко ну вот поэтому давай сюда дуй иди сюда подожжет вот такие дети современные понимаете они ждут когда кого-то подожжет другой популярный арт-объект кудыкиной горы древнерусская крепость она полностью аналогично тем что строились на руси в 10 13 веках проект разрабатывался при участии археологов и архитекторов поэтому можно не сомневаться в том что крепость максимально близка к реальным в 2006 году археологические раскопки выявили наличие скифского поселения неподалеку из-за чего было принято решение о воссоздании древнего городища таким образом на кудыкиной горе была построена скифская крепость мастера из ивановской области возводили ее из сибирского леса на протяжении нескольких лет крепость была построена без использования гвоздей по древним чертежам крепость включает в себя девять башен главные и запасные ворота церковь музей древней истории и два жилых дома зимой крепость преобразуется в резиденцию деда мороза раз уж у нас сегодня такой сказочный выпуск наверняка вам было бы интересно узнать что-то новое и о других героях кощей бессмертный или баба яга например откуда пошло имя коще до сих пор точно неизвестно но если верить лингвистам оно могло пойти от слова кость а кощей как мы помним был довольно костлявым злодеем то есть по сути эдакий оживший скелет изначально кощей это аналог аида верховного бога смерти в древнегреческой мифологии несмотря на то что он бессмертный способ уничтожить злодея все же есть о котором и сам кощей говорит в одной из сказок моя смерть далече на море на океане есть остров на том острове дуб стоит под дубом сундук зарыт в сундуке заяц в зайце утка в утке яйцо а в яйце смерть моя многие ученые увидели в этой матрешке интерпретацию модели вселенной вода то есть море океан земля это остров растения дуб животные заяц птицы утка а дуб мировое древо говоря другими словами покончить с кощеем можно уничтожив миропорядок но что же баба яга она обитает в глухом лесу своей знаменитой избушке стоящий на курьих ножках это те детали которые запоминаются нам еще с раннего детства но самом деле образ ее более сложный а фактов которых мы не знали о персонажа тоже немало согласно большинству теорий слова яга связано с представлениями о чем-то неприятным и устрашающим лингвист макс фасмер в своем этимологическом словаре перечисляет значение этого термина на разных языках включая такие как ведьма волосатая гусеница опасная злая старуха историк владимир петрухин связывал ягу с прославянским корнем обозначающим змей и других гадов вспомните яга у шекспира в отелло или того же яга валадине эти персонажи обладали хитростью коварством и в целом олицетворяли отрицательные образы история баба яги своими корнями ходит глубоко в древнюю славянскую мифологию этнографы полагают что в древности этот сказочный персонаж считался божеством смерти баба яга охраняла вход в мир мертвых и проводила души в загробное царство хотя в сказках ее роли как проводника в потусторонний мир обычно не упоминается она все же оставалась важной фигурой к ней обращались за помощью и советом в самых трудных ситуациях кроме того баба яга считалась истинной владелицей леса ей подчиняли силы природы звери и птицы а также и приписывался дар предсказания многие аспекты образа баба яги указывают на ее связь с миром мертвых и тем же кащеем у старухи распущены волосы а в древности это было характерно для покойниц ранее умерших хоронили в домиках установленных на срубленных деревьях которые не касались земли что напоминало избушку на курьих ножках мертвых захоронивали ногами к выходу так что при взгляде в домик можно было видеть только их кострявые ноги откуда возможно и появилось выражение костяная нога кроме того предки верили что души мертвецов могли перемещаться в гробах как баба яга в своей ступе персонаж бабы яги из славянского фольклора несколько раз появлялся в голливудских фильмах один из примеров короткометражный анимационный фильм баба яга где роль героини озвучивает кейт уинслет кроме того сказочная старушка появляется как второстепенный персонаж в фильме хелл бой в оригинале хелл бой упоминает что последний раз видел ягу когда она вызывала дух сталина естественно здесь огромная такая территория всякие тусовки но плюс молодцы то что и старину сделали да вот вот эту сказочную и при этом супер классный современный такой и ресторан и бар фантастик просто фантастик друзья на этом у меня все если вам понравилось ставьте лайк не забывайте что у меня есть и второй канал называется он смапс дюкейшн там я рассказываю много о зарубежном образовании зарубежных учебных заведениях о разных личностях у которых мы можем чему-то поучиться поэтому тоже заходите на канал подписывайтесь на много всего интересного из мира образования а если вас интересует учеба за границей или поехать поучить язык где-то за рубежом то заходите на наш сайт wsmaps.ru там вы можете выбрать любое учебное заведение за рубежом